Затих крик оленя, раздался выстрел сразу после него. Опустил боец руки, раздался плач после падения. Привет, снежные скорпионы! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на нереально крутых бойцов, которые опускали руки и сами просили себя ударить еще. Вот только их слава была быстротечной, как горный ручей. Два дурака не сделают аула, но могут сделать классный бой. В этом очень интересном поединке между Гэмбо в синих шортах и Пинни в черных мы увидели сверх глупость от бойца. Весь бой Гэмбо доминировал, имея явное преимущество как в количестве ударов, так и в силе. Пару раз Пинни даже хотел уже остановиться и сдаться, ведь удары по корпусу от Гэмбо были просто сокрушительные. Но тут в одном из моментов Пинни нанес чуть ли не единственный левый сбоку, который Гэмбо вообще не почувствовал. И решив, что противник сдулся, опустил руки, требуя добавки. И она прилетела. Только в этот раз отправила Гэмбо в нокаут. После такого пацан точно уйдет в запой, проклиная свою глупость. Из одного зерна каши не получится, а одними понтами бой не выиграть. Особенно если сам ты не какущий боец. В этом поединке по ММА боец в красных шортах решил, что он перевоплощение Роя Джонса. Хотя по технике ударов скорее кривой ивы. Но это не мешало ему весь бой выпендриваться, танцевать и троллить противника. Но ему этого было мало. И он захотел, чтобы толпа скандировала его имя, призывая к этому рукой. В общем, чувак, сделав за бой два удара в никуда, решил, что он гладиатор, достойный скандирования имени. За что карма его быстро и жестко наказала парочкой нокаутирующих ударов. Умная дочь всегда ценнее двух глупых сыновей. А хорошая защита дает больше славы, чем тупая бравада. В этом поединке между легендарным Энди Сойером и Холленом произошел очень поучительный момент. Поединок проходил под сопилку Сойера, который, как обычно, обрушивал на оппонента град многоударных комбинаций. Но Холлен, как броненосец, четко держал глухую защиту и казалось, что все удары для него ни о чем. Но то ли он слишком возверовал в свою непробиваемость, то ли что-то все-таки прилетело и отбило ему здравый смысл. Но он решил поулыбаться, показывая, что все это детский сад и даже опустил руки. После чего молниеносно получил два боковых и лег поспать, чтобы подумать о своем поступке. Чувак, ты боксируешь с топовым бойцом. О чем ты нахрен думал, опуская руки? Гнев впереди, ум позади. Это точно относится к этому бойцу. Уже через 30 секунд боя черный боец всандалил красноволосому отличный хайкик. Но тот его принял на блок и решил, что он бессмертный, опустив руки и попросив еще. По просьбе вашей дано будет вам. Подумал противник и дал точно такой же хайкик еще раз. Только в этот раз четко в голову. Ведь тигр попросил, а когти достать забыл. Джигит силен там, где родился, а мастер Шаолиня только в Китае. Знаменитый монах Шаолиня номер один Елонг, как он сам себя называет, неоднократно в ринге опускал руки, чтобы противники попробовали свои кулаки на прочность, об его стальную башку. И частенько он эти удары держал. Но не сегодня. В этом бою монах решил сделать то же самое. Но как вишня не может свести два раза одной весной, один трюк может два раза не сработать. На этот раз противник уже знал про стальной лоб Елонга, поэтому бил четко в челюсть. А ее монах, видать, прокачать забыл. И улетел в глубокий нокаут после трех четких попаданий. Даже трудолюбивая пчела иногда хочет зашариться и поспать. А легендарный боец, содержавший немало славных побед, хочет показать что-то неординарное. Но не всегда это заканчивается хорошо. А мы вспомним легендарный бой Сильвы против Вайдмана, который закончился для миллионов фанов Паука трагично. В одной из атак Вайдмана Андерсон полностью опустил руки и хотел уйти от ударов исключительно корпусом. Но его баланс и стойка не позволяли ему разрывать дистанцию. А Вайдман зашел не с одним ударом, а серией еще и двигаясь вперед, настигнув челюсть Паука отличным боковым. Когда нечем угостить, то хотя бы ласково разговаривай, а когда не можешь бить, то хоть не танцуй. В этом отличном поединке между Майоргой и Тринидадом мы в очередной раз убедимся в том, что сначала нужно хорошо ударить, потом попантоваться, а потом добить. Но не наоборот, как это часто бывает. Майоргал очень злит своих противникам не только перед боем, но и в бою. Что он и сделал, проявив сверхнеуважение к силе удара Тринидада, опустив руки. Кривляясь, он попросил себя ударить, причем дважды. И дважды получил сбоку. Но второй удар он явно почувствовал. И для того, чтобы не опозориться подкошенными ногами, станцевал танец. Тоже красавчик, нашел выход из положения. Но в конце концов Тринидад наказал его ударом по корпусу, раз челюсть держит. Если сильный поднатужится, у него сил прибавится, а если слабый, оставшиеся пропадут. В поединке Райт и Мозли произошел довольно интересный момент, ведь когда боксируют два равных и мощных бойца, играться со спичками может только отчаянный малыш. В одном из раундов Мозли отлично обрабатывал Райта по корпусу и с переходом в голову. Но тут Райт решил опустить руки, показывая свою неуязвимость, и вилять задом, уходя от удара. Но Мозли, увидев цель повыше, всадил классный боковой. Хоть Райту и крупно повезло, что он не упал, но он мгновенно осознал свою ошибку и сразу полез в клинч, чтобы не завалиться на канвас. Если сойдутся двое глупцов, дай бог им остаться в живых. Так и в бою двое монстров могут не просто избить друг друга, а упасть от бессилия самостоятельно. Боец в золотых трусах, будучи явным фанатом и последователем Насима Хамеда, решил, что настолько же крут в выпендреже. Вот только жаль, что не в ударах. В одном из моментов противник зажал его в канаты и начал обрабатывать корпус. Но будучи полностью обвесиленным, он бил так слабо, что двойник Хамеда опустил руки, показывая полное безразличие к ударам. Но как баран, упершийся рогами в ворота, не видящий, что калитка открыта, этот тигр не мог даже посмотреть вверх, чтобы ударить в голову, а просто с последних сил бил в живот. Если каждый день объедаться, разоришься, а если хотя бы раз в неделю не поешь, умрешь, так и у бойцов постоянные понты в ринге верный путь к поражению. А если будешь слишком серьезный, для зрителей ты скучен и неинтересен. Но в поединке Головкина против Доминика легендарный Трипл-Джи решил показать, что он не просто машина с нокаутирующим ударом, но еще и бульдозер с отличной держалкой. В одном из моментов он просто убрал руки от головы и попросил дома ударить. Тот и ударил пару раз, но Гена вообще не это не почувствовал. После такого можно не по-детски ссыкануть, ведь если ты наносишь чистые удары, а противник их не чувствует, что тогда вообще можно с ним сделать? Так и получилось. В этом же раунде Головкина отправил оппонента на канвас. Пишите в комменты, как вы троллите своих противников. Конечно, только в пельменных и рюмочных, ведь в ринге вы серьезнее, чем Тайсон. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, а также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. И обязательно посмотрите супер видео в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...